Увага! Загроза арт-обстрелу. Негайно пройдет на высшее открытие. Загроза артиллерийского обстрела. Блядь, господи, помню, еще через нос. Кстати, первый раз такое слышу, что загроза арт-обстрелу. Обычно поветрена тревога. Это загроза арт-обстрелу. Прям такой звук. Ду-ду-ду. Что-то новое. В общем, пообещал начальник. В Аргазе я был. Пообещал начальник. Говорит, что там 42-я квартира на первом этаже. Вот мой стояк. Что-то там не было доступа сразу. Парень написал. Он говорит, дайте, оставьте телефон. Ну, вроде как приличный такой мужчина. Я был на Володарского опять. И начальник этот мужчина. Не знаю, как его зовут. Но приятный такой. Я там жил у вас неделю с этой аварией. Весь город знает, что такое произошло. Ну, что в воду эту планет 0-3 пустили в трубы. Наделали делу, блин, людям. Ну, в общем, пообещал. Говорит, оставьте номер телефона. Говорит, сегодня вам точно не позвонят. Ну, в ближайшие дни. И как только появится. У меня просто нет людей, говорит, отправить вам, чтобы это сделать сразу. В общем, такое. Ну, посмотрим, что. Я надеюсь, что он поможет. Что вы сидите переляканее в темноте? Господи, ужас. Мама, ты расскажи, что произошло. Вот я клал так вода по стене. Вчера включили, и хлопцы. Вот так по стенке вода идет. Уезжали мы отсюда три месяца назад. Все было в порядке. И газ, и все было хорошо. Варианта два. Либо забитая трубка, либо когда идет нехватка флеона, идет большое обморожение. Был я жуначальника этого по газу. Он говорит, что 42-я квартира, я так понял, то ли доступа не дали вовремя. 42-я. Это по нашему стояку первый этаж. А я ему звоню, этому парню. Он говорит, приходили, разбирали счетчик. Воды не было. Типа, ну не меня, ну не забирали на проверку счетчик у него. И вот он говорит, ждите, говорит звонка. Все, что я могу сказать, ждите звонка. Оставьте телефон свой. Да, баклажку с водой давайте. Мама, бутылку давай, воду. Полную воду, любую. Теплую, холодную. Мама, отдавай свою воду. Все я пью, мокро. Телевизор, мама, интернета придет час в час. Придет мастер. Придет, потому что долго не было, отключили интернет. Ага. Все по это самое. Не, ну так это же на три месяца. Да не, ну ты отключили от системы нас. Представляешь, тридесяти не было. Телевизор подключить надо. Газа не было, воды не было. Газа не было, воды горячей не было. Самылка, печку закрыта. И мы сделаем на печке тебе аджику. Да. Ее шесть часов варить аджику. Четыре. Ну четыре. Ну и шо? В духотище тут? Да не, не надо. То я потом уже позже сделаю. Нет, так ведь я дам людям ходить. Ну что делать? Да ну на печке все вам дам. Он на улицу выходит и костер разводит. Завтра все перемены. Ну хоть бы начальник этот чтоб помог, я не знаю. Но он говорит, напишите телефон. Говорит, оставляйте. Вас наберут. А как я дам? Ну шо да? Ну он говорит, я ничем не умею, нет людей. Як ты договоришься? Ну шо ты будешь? Бегать, плакать, на колени падать. Мы набрали продукт. Мама говорит, там много у меня брали продукт. Там же ж приїхали члены. Та ведро картошки. Ну так уж так. Не тільки их четыре. Вислушайте. Мама, мне ну нахер надо. Люди я не дивился, люди писали. Четыре человека приехало из Башкирии. Родственники. И первый вечер они собралися, все ужинали. После дороги устали. И шо? На море не ходили. И шо? Наготовили стил красивый. А что нельзя приехать, чтобы готовить жрать? А теперь они так и делают. Теперь утром, каже, попили кофе, чай, бутерброды. В обед в кафе. А тогда на вечер тоже что-то придумали. Толктись в печенье. Продают. Чего ты смеешься? Продают тоже и купоруза. И все продают для девочек. Люди кажут, что чёрт иди, по камням ходят. 20 минут до моря. Гульна с больной ногой. Чёрт иди, ну где были номера, туда и дали. Зато там красиво, отдельно. Хороший холодильник. Отдельно квартиры. Девчатам само собой, им само отдельно. Очень красиво. Цветы такие красивые. И тут рядом озеро. Только приехали, девчата побегли в озеро. А уже отдыхнули. На утро пішли все на море. Он надувал вот эти, как колеса. Такие здоровые купил дома в себе. Купаться. А девочка... Слава Богу! Хоть что-то. Хоть что-то поехал для детей. Поцарапала камнями ножку. Ира говорит, мама, не переживай. Она говорит, что не очень. Там уже галька. Кровный песок. А камни же и острые попадают. Не переживай, мама. Всё, заживай. Дожка, Надя расстроена. А что ты расстроен? Что я скажу, ты всё игнорируешь. А что мне делать? Восхищаться, что я поехал на море. Так а едут. Я рад, что он повезли. Слава Богу! Уже два дня прошло. Еще 5-9 до дома приедем. Ой, Боже. Ну, завтра по вечернему. А что ты дома будешь делать? Сидеть там? Куковать? Ну да. Что Надя до дома рвется? А я знаю. Что ты обижаешь тут? А что мы обижаем? Ничего не. Мою кастрюлю? Не-не-не-не. Ну как помыться? Ну что делать? Как ты будешь мыться? А как вчера. Кастрюлю. А на чем ты ее нагреешь? Ты же принесешь мне маленькую кастрюлю? А если не принесу? Печечку, печечку. А так что я буду? Холодной? Знаешь, тут еще ничего. Ну, как на спину попадаешь, кричишь на всю квартиру. Тело горячее, вода холоднючая. И на той квартире. Так это решает все проблемы. Кондиционер не надо. И сразу холодно. И есть не будешь много. Будешь сырые то, что тебе надо. Овощи, фрукты. Я теперь ем так, как надо. Да? Хоть у меня аппараты идут. Так, как сказала диетолог. Утром завтракать хорошо. Утром можно есть ягоды, фрукты. Сегодня два апельсина. Сегодня съела два апельсина, два апельсина и таблетки. И рот завязала. Таблетки сперва пьются? Нет. Есть такие, что после. Сперва это диабетон. Да, да. И этот. Ты мне не рассказывай. Мне это не интересно. А это? Ксилерт окончается. Нема уже. Что мне делать? Вон там аптека. Я тебе сказал, будешь ходить сама за лекарствами. Ну, ксилерт мне надо. Ну, так придешь возьмешь. Мы сегодня уже раз лазили. Ну, уже лазили. Холодильник был пустым. Пошли на тебя. Сгинули. Сейчас приду, тогда возьму печку. Да? Или что? Где ее взять? Ну, где продают? Господи. Ну, ты понимаешь, Саветка. Я без знания, что они в понедельник могут сделать. То, может, они не брали печки. Мы как-то... А как? А готовить? Ну, мы что-то придумаем. Ну, как? Ну, что? Ну, что? Ну, что ты придумаешь? Ну, как ты придумаешь? Ну, как ты придумаешь? На сухом спирте будешь готовить? Ничего. Не сделаю. Я в кастроли воду нагревала. Я придумаю. На дрова. Интригантка. Я придумаю. Надеюсь, что в понедельник сделают. Все равно до понедельника надо... Да еще это все сделают. Да. Вот поэтому печка нужна. Чтобы закрыта. Чтобы закрыта. Забылка невеличку. Чтобы закрыта была. Не... Не... Как закрыта? Ну, не спирали наверху. А как тебе? Как это закрыта? Ну, их немало, мабуть, оцех уже, что спирали. А как это немало? Так их немало, те, что спирали наверху. Это... Они были где-то... Ну, там было. Мало было. Что? Так вот эта печка током и бьется. Эээ... Спирали. Таких немало сейчас. А как? Закрыто. Кружок будет и все. Не спирали, а такие как трубочки. Вот эти трубочки бьются током. Да. Не знаю. Можно взять, типа, индукционную. Чьяк вот сказать. Ну, такая есть. Типа, такой же, да, индукционный. Есть так. Это же есть. Ох... Я не знаю, что. Одни проблемы. Ну, а что делать с собой? Вот бачишь, как уезжать. Уехали и получилось. Ну, знаете, это такое. Хоть бы и не уехали, то может так бы получилось. Это... Что это? Уехали, то что? Такая не такая, но получилось так. Что нет горячей воды, нет газа. И это поломалось. И все сказывается на хвощинок. Да, ну да, конечно. Так быстро надо, так быстро. Так быстро, чтобы... Туда, и ты уже не купил? А печка невеличкая. Бо я, как были открыты спирали, горячие, эти красные, покладу и печу оладки. Вот в летней кухне, где у меня новый дом, а то там, с загаршником. Я, как швирина, перевертаю оладьи. Я где-то с малетоком вилетаю в меня, из сковородка вилетаю в Сезон. Тот меня любит. Поэтому я боюсь. Ну, ты голодная, как ты боишься. Ляля Таня маленькая, я боюсь. Ляля Таня. Ну а шо сама, ну шо. То пані Оля, а ты ляля Таня. Я боюсь. Того боюсь, а сього боюсь. Ляля Таня. Как Оля живет прекрасно. Там мужик, сын и внук. Что надо сделать? Я как Оля? А мы двое бабы приехали. Я кто? Подождите, подождите. А вам кто делает? Василина, это я сама. Мне надо просить. Мне надо наймать. Мне надо деньги. Нет, сегодня я имею в виду. А у вас все сидит. Да сидит, я понимаю. У нее он сидит в телефоне. На море картошку жарит. Четыре человека из Башкирии. Четыре. Ну восемь человек. Их вы. Ой, блядь, арава. Ира сказала, Ира сказала, боже, ведро салата. Да какое там ведро? Вот такое пластмассовое. Ну оно ж не полное. Зачем это? Майонезом. Чи с майонезом. Чи с майонезом. У них холодильник хороший. Вони хором поедет. Надя, когда делала икру. И она до сих пор у меня хорошая. Кабачкова. А то завтра ехать сегодня он и сделает. И холодильник сказал хороший. Так что Василина, вы за что не переживайте? Да не переживайте. Вот решение о проблеме. Стоим перед вами. Переживайте. Мой мать просить. Платить гроши. Той приедет, той не приедет. Да тут все. Прийшел. Ти бы запутался тут. Пульта той. Порозпутаю ее там тебе. Ну не надо. Так сколько ты за пальто хочешь? Тисячу. Я сказала полторы. Надя говорит, что может отказаться. И та говорит, что дорога. Пальто хорошее. Она сказала полторы. Я сказала полторы. А второй раз. А ты сказала полторы? Да. А она что говорит, дорога? А вона сегодня сказала, что... Катя сказала, дорогу вату. Ну говорю, за тысячу. За тысячу. За тысячу. А где они живут? Донецкая область. А там Украина? Там Укра... Нема новой почты. Вона сегодня позвонила и говорит, что Катя согласна за тысячу. Тетяна Соседина сказала. Она говорит, что новая почта не делает. Как только заработает новая почта... Она сообщит? Да, она сообщит. Она пришла на карточку. Она пришла на карточку. А когда она заработает? Она уже обстрелила все. Можешь сказать... Я тебе на карточку. Ну что она? Вон еще пальто черное есть продать. Полушубок есть. А шапка? Боярка. Боярка. Да, да. Боярка, правда. Полушубка. Она уже сегодня выходит. Я говорю, сховайте эту боярку. Это 1905 год. Сховайте. Так Зина и Кова. Бабушка, которая выпила с ней боярки. А что? Зима, где нормальная боярка. А что плохая боярка? Ну самая. Ну кто сейчас эти боярки носит? Ты не там дивился. Тихо. А вот там в пакет. Тихо в пакет. Там вот здесь. Как нет? Вон, в лапсе. Вот тут можно продать. Вот так. Вот это Ириша выбирает. Вот это нужно. Ну убирай, Ира. Можно? Ириша выбирает. Тебе не надо? Летучая. А Ира куда это будет одевать? Какая Ира? В таком даже не хоронят уже. Какая Ира? Ты знаешь, какая Ира? Что убирает? Ну так она возьмёт вот это говнище. Ну значит я вот там. Летучую мишу. Это надо продаваться у КСО. На меня лучшее видео в этом костюме. Там Зина пристроит уборщик. Не надо. Костюм летучая миша. Зачем? Это боярочка. Бояриня Мороза. Она легенькая, хорошая. На снежок. Бабушки, которые делают. Полушубок. Сапожки есть новые. Такие. А за сколько шапку продаешь? Ну я с этой бы отдала. Вместе. И с полушубкой. Она говорит, за полушуба вырошла, а шапку продашу. Да. Подарю, подарю. Все подарю. Я уже много повытаскала, отдавала, пороздавала. Еще одна. Подушку свою выкинули. 80 на 8, или 70 на 70. Перья еще какого года. А то уже старая. А это не старая. Это была с этикеткой шапочка. А вот эта женщина выслала. Какая она старая. Она нигде даже не валялась. Покажу. А сейчас покажу. Все пошло. Куча вещей. Куча. Куча вещей. Ой, слушай. Ну это неприятность с газом вообще. Я приносила. А что это такое? Твой халат. Мой халат? Посмотри, да. Посмотри. Посмотри. А что это мне выслал? Выслал. Будешь как принц. Это женщина не та, что вещи старые дома. Я не знаю. Я не знаю. Не помню. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Знаешь, что ты посылал бы, ты в него бегал. Будешь как принц. Покупаешься, оденешь. Принц. Давай сейчас съемем, что я буду продавать. Подложу. Это будет отдельное видео. Иди сюда. Я не хочу доставать. Иди сюда. Вот новое пальто. Вот новое пальто. Весеннее, осеннее пальто. Это шикарное. А я привезу пять. Витиля. Откуда Витиля? С посылок принесу сюда. Новых? Такое хорошее отдашь? Хорошее пальто. Вот это ты продаешь? Да. Красный Катя понравился. Это тоже отделка хорошая. А это не продаешь? Это шубу тоже могу продать. И вот этот полушубок продам. Вот это каракуль. Останется твоя. А я привезу своя куртка. Одна, два и три купила. Не знаю, это не каракуль или каракуль. Не знаю, что это. Ну вот такая типо, типо. Это искусственно, да? Да, да. Я недорого за нею. И отдам боярку туда. А тацю оцю продаш? Тачку. Что меня выслали? Не знаю. Не знаю. Тебе не надо? Нет. А какая таця? Что меня выслали за мертвый. Ааааа, это тачка хорошая. Ну что, посмотрите какой новенький саморок. Куда его? Он по поселкам иду. Пять вещей. Три купила. Два своих. Еще песовый дали. Это что? У-у-у-у-у-у-у. Василияна, на то же тую тацию, и вы будете ходить потихоньку. Кого? Зотягивая. Тацию. А в сночке. А не хочется. А попробуй с пятого этажа. Ну да. Она вверх, как я еле ходила сама. А вона нелегкая. Конечно, конечно. Дивись, какой он жирный. Кошмар. Да, а вы пойдете. Подивись. Вот такой шелк. Мясо на низле. Куда жрать мясо? Поехали люди на отдых. Чтобы вот это жрать. Вот такими этими. Жрать на море. Боже мой. Знаешь, сколько он кусочков есть? Я не знаю, сколько он кусочков есть. Я вижу его живот. Я вижу его телево. Ехать на отдых? Чтобы что? Чтобы вот это? Ничего. Вот это, глянь, твой красивый мальчик. Пузо. Пузо висит ужасно. Хай Бог милует. Боже. А что ты опять закрыл? Боже. Сто лет не вижу. Глянь, глянь, как пузел торчит. Что теперь делать? На диету все-таки? Он не актер. Он не актер, да? Да. Да. Ну да. Конечно, нет. Вот так. Как на девятом месяце. Честное слово. Ты бачила? Я не бачила. У меня. Да. Жрать вон, а гребти с тобой на отдых иду. Я в шоке. Зачем было вот это тащить, забирать у женщины? Ну думала дома будет. В чипляшке. Я б не снимала. А теперь все же купляли. Ну там оно у нас было открыто, аж постоянно. Всего ночи оставляла. Хлоргексидин Календула Календула Может кому надо подарю О, она тихо Алло 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 Тихо Ты уже мастер Что с телефоном Алло Алло, да здравствуйте Добрый, это стреляла она Да, да 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 Смотрите, я вроде вас нашел, зарегистрировал По идее там, может минут 10 Должно заработать Если не Попробуйте Перегрузить Ага Ага Если вдруг не заработает Перенаберите мне Хорошо Да 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 Перезагрузить, просто выключить Средетки и включить, да? Да 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 Сейчас просто проверьте Мало ли может он уже Подтянул настройки Если нет, перегрузите Хорошо, спасибо Медров 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 Медров, по-моему Медродинозол Это, короче, метилпреднизолон Это, это Медров 4 грамма Это я ей давал При коронавирусе Это типа Противоаллергии Или что-то Медров Не надо Не надо Да ЧеNew Медров 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 Очень хорошая Какой такой Парфель Вот это что? А как не пользоваться? Никак не пользоваться А вот все обычное гребетки Но это что? Понятно Да, Наш не сможет Это индукцина плита, вот обычно, пожалуйста. Она не сможет такую пользу. Сейчас сделаем. Это тоже индукцина. Что это за бред? Я обычная печка. Это индукцина. Ну, видишь, нет таких, кто был раньше обычный круг. А какой таганок? Это газ, наверное. Ага. Это не... Это таки раньше были, знаешь, такая простенькая белая. С круглой такой. Это куда-то надо в магазин ехать. Комфи. Но раньше это было. Я бабушке был и любил покупать. Ну, обычно оно в розетку включается, сюда ставишь. Так а что это? Включить, выключить. Все было. Пиланси, меню, таймеры. Ну, все. Ну, не поймается. Ходить надо. Это не имеет смысла, что ехать. Ну, я кушаю, где же тогда взять? Ну, поедем зараз в... Комфи. Мы уже в фокстроке. Ну, не поймали. Ну, я не поймал. Ну, я не поймал. Ну, я поймал. Но очень спокойно не поймал.